Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 799. Событие дня. Эпиграф. Откровение 22.17. И дух и невеста говорят, приди. И слышавший, да скажет, приди. За 20 февраля 2018 года. Екатерина Г. Мир всем. Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович. Простите ради Христа, что долго не писала вам. Да в два воскреснения подряд. Я приходила к подруге с намерением выйти с вами на связь в скайпе, но по техническим причинам не получалось. Прощенное воскресение выходило, но вас не было в сети. Писать не хотела, лучше поговорить, но теперь как Бог даст. Сейчас у меня к вам просьба, выслать мне на почту сообщение, как можно отослать деньги на книги, и сколько с учетом за пересылку, если они еще остались для меня и сестер, с которыми мы собираемся для изучения Нового Завета по вашему трехтомнику. Нам нужны ваши книги «Новый Завет», три тома в одном экземпляре, семь штук к истинному православию, и одну штуку зеленую книгу, где вы сравниваете Библию с Кораном, если можно. Заранее благодарим всем братьям и сестрам вашей общины поклон, кроме Романа. Галина Влеська, благодарю, а мой синодик, сердце, вспоминаю очень и очень многих по памяти Берсеневки из ваших двух общин, и, конечно, Сергея Козлова и матушку его Татьяну. Игнатий Тихонович, прошу ваших молитв, иду, жду ответа. Помоги, Господи, благослови. Сергей Игнатов, Христос предсреди нас. Есть поговорка о том, что ложка дегтя бочку меда портит. Это выступление отца Владимира Головина по поводу крещения слюной на пальце, землей или еще чем-то. Примеры такого, кавычка, крещения, не имеют ничего общего с канонами церкви, и он на них даже не ссылался. Для него крещение – это христианская традиция, а не канон. Крещение с полным погружением у него желательно, если есть такая возможность. А если нет, то и так сойдет. С мочением, обливанием, слюной или обсыпанием землей или песком. Такое суждение отца Владимира вводит непросвещенных словом Божьим людей в заблуждение. А нужно было рассуждать так, как постановили движимые Святым Духом Отцы Вселенских Соборов о троекратном погружении при крещении. Всякое умоление одного канона церкви ведет к искушению отступить от других канонов по аналогии. В стесненных обстоятельствах имеет место крещение путем мочения или обсыпания песком землей. Как? Нигде этого нет. Вот это тоже выдумка. В стесненных обстоятельствах нет. В стесненных обстоятельствах только обливание. А обливание только в трех случаях. Когда человек-клиник раздавленный лежит, нельзя его пошевелить. Второе, когда он в тюрьме где-то, и третье, в плену у татар в степи. Это добавили. Все. Так это его надо раздеть и три раза облить всего. А тут помазать, пыль, срам один слушать-то. Как и причащение умирающего христианина, находящегося под эпитимией. Но если он, по милости Господа Бога, выздоравливал, то продолжал отбывать срок эпитимии. Это совсем не смешно. Никакого отношения это не имеет. То же самое относится к крещаемому мочениям или обсыпаниям в стесненных обстоятельствах. С обсыпанием? Вообще название, как написано, от воды и духа родится. Обсыпанием, воду. Ну, пей. Возьми горсть и пей песок этот. Когда некто, умирающий в пустыне, человек был крещен обсыпанием песком, но выжил, то по велению игумена монастыря, куда его привели, приняло стоящее крещение. Вот как надо поступать, не нарушая канона в церкви. Я сразу отвечаю. Игнатий Лапкин. Древние положили принимать крещение ни в чем не отступающий от веры. Василия Великого... Общипанием. Какие слова придумали? Слюною, мочою. Просто срамота одна. Дальше. В Духовном Луге, издание Троицы Сергеевской Лаврии, 1915 года, страница 176, описан случай, на который так любят ссылаться мочители лбов, что, дескать, достаточно и одной капли воды, и даже слюны, и даже песком можно присыпать, и будет это все равноподлинным крещением. Ни в житиях, ни в правилах нет такого утверждения. И вот как выглядит в действительности этот случай с прицепкой песком. Идя во пустыне, монахи обратили к вере молодого еврея, который потом тяжело заболел. Братья, кавычка, крестили его песком, а когда пришли к епископу Дионисию, этот велел крестить крещеного песком еврея в воде, ни во что признав, кавычка, крещение песком. Если человек не имеет достоверных доказательств, что он был в детстве крещен, то должен, немало не сомневаясь, принять крещение, хотя бы оно могло оказаться вторым при недоказанности детского крещения. Шестой Вселенский Собор, 84 правило. Последуя каноническим постановлениям отцов, определяем и о младенцах, каждый раз, когда не обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие, что крещены суть, и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должны без всякого недоумения крестить их, да таковое недоразумение не лишит их очищения таликою святынью. В Духовном Луге на странице 195, глава 198 описывается случай. «Афанасия Великого спросили, можно ли считать крещенными тех, кто, не веруя на самом деле, и лишь притворяясь верующим, и спросил себе крещение по каким-то посторонним обстоятельствам?» «Послушайте», отвечал Афанасий Великий, «что говорят старцы, когда была сильная смертность, многие без околечности принимали святое крещение из страха смерти. Блаженному мученику Петру явился некто в виде ангела и сказал, «Да коли вы будете посылать сюда запечатанные мешки, но совершенно пустые, без всякого содержания внутри?» Вот и весь ответ. Александр Бережной. «Игнатий Тихонович, такой вопрос, мне 28 лет, хочу отпустить бороду, но она у меня растет очень плохо, и в разнобой, как у козлика. Очень некрасиво и самому противно. Что делать, может, дадите мне совет? И у отца, и у деда плохо росла борода». Игнатий Лапкер. «Можно представить, с этим вопросом вот обратятся к священникам, ну, к любому, который есть. Ответ один, да кто тебя заставляет, бреда и все, подумаешь там. Другого ответа нет. То есть, полное расхоложение, каков поп, таков приход. Как будто специально поставили людей, которые бы людей просто за шиворот тащили в ад». Игнатий Лапкер. «Совет может быть только один единственный. Только один, другого никто дать не может, если он верующий. Нужно со смирением поверить, что тебя сотворил Господь Бог по своему хотению, а не по твоему». Римлянам 9.21. «Не властлен ли горшечник над глиною, чтобы из этой же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого». 2 Тимофею 2.20. «А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении». Осия 8.8. «Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов как негодный сосуд». Исаи 6.4.8. «Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей». Иеремей 18.3.6. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, свою работу накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. «И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» говорит Господь. «Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Иеремия 22.28. «Неужели этот человек и ехония есть создание презренное, отверженное, или он сосуд непотребный? За что они выброшены? Он и племя его, и брошены в страну, которой не знали». Притча 16.4. «Все садил Господь ради себя, и даже нечестиво бледет на день бедствия». Римлянам 9.11. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы произволение Божие в избрании происходило». Римлянам 9.18. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Римлянам 9.22. «Что же, если Бог, желая показать гнев, явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе?» «Посмотрите, какие бороденки были у Попова, Александра Степановича, изобретателя русского радио, у Хошемина, у нынешних, у отца Дмитрия Смирнова, у Чаплина Всеволода, такая, что приходится согласиться, как руки, ноги, глаза дал Бог, так же и он дал указание плоти, какую прозрастить бороду». «Материал о бородобритии». Это христианному православию, у нас книга такая, вот такая, из страницы 258. «Спаси Христос, Игнатий Тихонович, настоящий, в кавычках, владыка, считает паспорта, в кавычках, отречением, как роман-малыш, который гнал на вас клевету, хотя бы его приняли, как брата родного. Это считается свинством по отношению к вам, Игнатий Тихонович. С уважением, Александр, город Ноябрьск». Вот видео к дополнению. Галина Влейска, Новокузнецк. «Мир вашему дому, дорогой Игнатий Тихонович, просмотрев ресурсы братья Виталия Калиникова, Сергея Козлова и спор, в кавычках, Александра Дмухи, Александра Дмухи с православным, на вид строгим священникам. Помолясь, ввожу следующее. «Вот гнетет тебе лицемерие в церкви, соблазны одолевают, понятно, смирись, яка затворник своей домашней керии, молись годами, самостоятельно напрягайся в слове Божием, работай сам собой над исполнением заповедей Христа, благовествуй, некие цареградский символ веры непросвещенным». «Жизнь православно-христианская насыщена и богата. Факт. Причастись один раз в жизни и предостаточность тебя. Вот то, что правильно назвал священник индивидуальным христианином». На какой основе слепляется все-таки в общество людей индивидуальный христиан, устраивая полемики и псевдообличения того, от кого айфаи пили духовного молочка? Слова такие мудрые «Кто нам разжевал и в наши рты положил?» Разжевали, проглотили, а плот-то вышел с дурнинкой. Как неблагодарны, лживы и просто невежественны эти говорящие ересь лица. Затвориться на подвиг ради Христа кишка тонка, а порочность свою выпячивать и горцевать на собственной лжи легче же. Неблагодарные и беспокаянные чада Христос отсеки трубы лжи от всех делающих злое. Тему эта закрыла для себя. Работаем. Аминь. Игнатий Лапкин Как малыша забирала милиция? Это он сам так назвал. Грамоты никакой нету, совершенно. Двоечник. Галена Влеска Гордость Царица всех пороков Изворотливая и лживая защитница Угнетенный в кавычках Своей собственной несвободой Рустам Мир вам Ну и что дальше? Игнатий Тихонович Романа Малыша отпустили Далее он на своем канале выложил еще один видеоролик в котором вы по-прежнему еретик Да сколько он там будет паразитировать еще может со временем разлагать общину в духовном понимании Майдан продолжается Да если бы не нравилось ему что-то взял бы вещи и уехал а не у него оперативное задание цель Мир вам Игнатий Тихонович А если время поста я чувствую слабость в руках и ногах сила уходит и это меня делает слабым не обращать на это внимание и поститься дальше Игнатий Лапкин Почему у меня ни разу за 78 лет не возник такой же вопрос хотя все посты исполняю от груди матери Анастасия Кто-то знает кому сейчас Александр Андрусенко примкнул Интересно просто и откуда он выходец Андрей Че Мир всем вам Я очень давно изучаю Библию и все что с ней связано Меня очень интересует вопрос о септуагинте Почему между еврейским текстом и этим есть разночтение и откуда они взялись если иудеи так кропотливо переписывали священные книги и если еврейский текст является верным тогда почему и Христос и апостолы все таки цитируют именно септуагинту только просьба не ссылаться на википедию там я все просмотрел и черпывающей информации не нашел если можно пожалуйста скиньте мне или здесь или в личку какую-нибудь книгу по этому вопросу или же просто напишите или может быть поговорим Евгений Трапко Андрей Че это тебе к Сергею Ильину надо обратиться с таким вопросом жаль он ушел из группы Андрей Че спрашивает а кто он Юрий Соболев мировые братья Игнатий Тихонович очень заседательный и мудрый ролик размышлений на тему сна сон и как нужно будить осторожность и к животным примеры 20.02.18 год столько пояснительных примеров скачай себе в архив спасти Христос Виталий Калинико проясните смысл выделенных строк на русском разговорном языке хочу молиться прославляя Бога я не пустынник не монах ацкет первое это мне хлеба мне хлеба хлеба пусть совсем немного так циркулярный фаристей статист вопрос по второй строчке традицию и корни оголяет по-русски ты сектант баптист и атмосферу визгом накаляет на непонятном создается тайна ключ разумения лишь у одного по третьей строке не надо это третье говорить подряд считай стихотворение а под скорлупой ореховой питании и в бане моется как думаешь ногой царевую тайну надобно хранить а Господне возвеститься громко понятное и молот бьет в гранит а непонятное под саваном в сторонке плен вавилонский нам не по плечу к смешению языков как раки пятимся я непонятное и сорок лет учу под горницей и жду пятидесятницу евангелие на русском языке духовно пренебесное звучание но выпирает нынешний закхей и бесноватого безумное мычание то есть он выделит вот эти слова он употребляет там что-то ролик готовит и вот эти слова не понимает трудно но я ему объясняю теперь по первому случаю первые монахи скрыли слово божие закупорили его непонятным мертвым языком церковно-славянским просит не слышавший слово божие себе хлеба слово божие хотя бы немного Матфея 4.4 он же сказал ему ответ написано не хлебом одним будет жить человек но всяким словом исходящим из уст божих традиции корни оголяют ссылается на то что такова традиция привычка давняя стоять и молиться не понимая оголяют корни начинают это означает начинают исторические связи искать доказательство того что не нужно народу знать слово божие и показывает что это еще ох с каких давнишних времен откуда эти соки впитываются в корни под скорлупой ореховой питание и в бане моется как думаешь ногой пояснение скорлупа ореха твердая а нужное трудно достать нужно раздолбить размолотить церковно славянский язык чтобы до смысла дойти на русском спрашивает разве в бане моется в одежде нужно раздеться голое тело обмывать так и в деле понимание святой библии нужно прийти к покаянию и познать что для этого требуется знание из библии а тут идет на исповедь а тут идут на исповедь и половины грехов не знают не исповедуют не раздеваются не снимают покаянием одежды греха тайна остается неисповеданная душа а непонятные под саваном в сторонке и понятные на непонятном языке умершая отодвигается отодвигается разу в сторону как одеждой смертного пренебрегают живые плен вавилонский нам не по плечу из вавилона пришли иные чем мы шли они оттуда принесли синагогу училище стали учиться принимать волю божию но нам и это не по плечу не по силам так и стоим мертвые но выпирает нынешний закхей и бесноватого безумное мычание выдвигается выпячивается нынешний добродетель и тут же начинает что-то мычать безумный родитель непонятно церковного славянского языка я объясняю он просит что это означает одно стихотворение и сколько у него непонятного так Катя Мюллер пишет так подожди я вчера давал поэтам у тебя какая там чем закончилась сколько проверил вот это вот ну-ка давай посмотрим сейчас вот с моим сходится или нет вот какие поэты сколько чего у них сказали 783 стихотворения у Пушкина некоторые не знают у Лермонтова 400 сходится у нас здесь у блока сколько здесь 360 на вас тоже 360 ну да потому что так 360 так Есенина сколько 402 Есенин сходится так у Гамзатова сколько ну я не знаю что там тоже несколько непонятно то что-то 69 да не может быть что-то больше дальше Евтушенко 178 у меня тут 130 ну так вот у Крылова Крылова до 236 так у Никитина тут правильно 68 и дальше Рождественский 76 вот такое вот я набрал я говорил его не трогать даже Маяковский а Рождественский берется да 136 видишь какая разница но данное я тоже выбирал где-то и всего получается у тебя 2524 а у меня 3298 я брал по максимуму если у него стихотворение есть есть какая-то 208 208 3208 я не случайно это брал когда я говорю что у меня я много допустим 20 лет вот такой-то крылов вот на этом поприще написал 205 басен а сколько 40 лет да и то там у Фонтена брал там у разных переделывал и прочее вот у Пушкина много ли немного у меня 3467 я стихами то их не называю проповедь в стихах вот все они вместе 10 авторов взял и у них получается у 10 поэтов 3208 у меня 3267 34 там 1467 вот так вот то есть больше чем у самых знаменитых 10 поэтов у меня на это ушло 9 лет а как это может быть ну там стихотворения какие бывают там у Пушкина один куплетик 4 строчки и все ни у одного нигде нету даже одного стихотворения как у меня почему они все до одного направлены на спасение души на библейские сюжеты ни у одного ну что тут непонятно возьми где-то и поищи я хочу просто показать что как Бог удивительно награждает это ровно 9 лет говорят о Никите это за 20 лет он написал там 130 стих это Иртушенко там другой ну это больше 60 лет у него ушло где-то а как это может быть что тут какой я не поэт повторяю ничего просто ну более-менее приемлемо чтобы люди поняли это и кроме того много стихотворений у меня в которых каждое стихотворение 36 строчек и напротив строчки место писания из Библии название книги глава и стих но самое удивительное ну что что вот пачка продается бумаги которые в ней 500 листов это 7 пачек карандашом чтобы экономно было мной записано 7 пачек и ни одной помарки нигде нету просто в живье написано так как я сейчас смотрю считаю как будто первый раз их вижу не то что память там нету ну так вот понимаю много это или мало когда говоришь не знаю то чтобы сравнить я показываю 10 поэтов так у них меньше за всю жизнь чем за 9 лет моей рукой было написано и что это не знаю что это такое что я просто говорю что так не бывает своей силы это не сделаешь это Господь делает дальше так в глазах замороженного ментая рыба такая продавалась массово в бывшем СССРе рыба хек была без голов поэтому там выражение глаз не было видно а иногда подает насмешливые мимические сигналы вот сколько роликов смотрю с его участием везде у Никиты отрешенный безразличный взгляд такое впечатление что когда Игнатий Тихонович начинает говорить Никита отключает свой звук даже жалко такого глупого молодого человека это уже столько времени он у вас в опечении находится а взгляд не поменялся ты что-то принимаешь это или нет из этого что это она просто так замороженная рыба вот и проще сравнивать я ее не знаю кто она такая не то что там рядом такой там человек с вами поэтому восхваляет вас нет так я могу взять таких ни одно ни два сотню разных людей сотни там не меньше и все говорят когда вы говорите он абсолютно безразличный вот я вчера даже сижу за столом говорю тебе обернулся Никита а чего ну ты как вот это отвечаешь ты совершенно отключаешь вот это они заметили как будто тебя рядом нету нету ну почему я не настаиваю ты можешь вообще не разговаривать не слушать ну тогда зачем тебе здесь быть замороженному ментаю вот так взгляд отрешен это абсолютно точно я это подтверждаю потому что для меня безразличие это ну большая потеря для человека притом к жизни неприготовленной какое дело не возьми я должен тебя учить даже половичок если я не буду говорить все он даже по колено в ссоре будешь ссором и как и не видишь и не только это буквально во всем ну сказать ты тоже нет ты уже кое-что понимаешь пости начал там и работаешь и выходишь главное для тебя это изменение это начиная молитва пусть коротенькая вот мне еще дает надежду какую-то что у тебя это изменится вот а разница у нас какая вот между с тобой ну а как я приехал в Искитиме я приехал в Искитим специально там вот у нас Володя Устинов там есть его отец Александр Иванович чтобы быть рядом и поселился рядом а рядом у одной бабушки она слышала как я говорил о Боге Марфа Афанасьевна она из города приехала в Искитим купила домик у нее где-то это у него где-то в другом месте и чтобы у меня было не на квартире специально домик купила чтобы жить в одном месте и мы с Александром Ивановичем я все время узнаю куда он Александр Иванович картошку сажать все я лопату уже заранее в руки и жду поехать копаю целый день где-то что-то он скажет каждое слово ловлю его потом запишу его да несколько раз рассмотрю то есть я увидел что он знает у него опыт он прошел войну это не просто войну а на передовой у Константина Константиновича Рокоссовского начальник радиостанции он говорит приходится там где-то скреплять что-то провода твое имущество опять упало сопли у тебя все валятся все это платочки твои тряпочки каждый день знаешь как опять как попало и вот я работаю и опять что-то задам вопрос как он смотрит у него опыт огромный у меня его не было мне 25 лет вот как когда начинают отвечать я не отключал и у него своих детей 10 детей но ближе меня из детей никого не было своих родных дальше Александр Сахоцкий я тебе сейчас еще говорил ты за то что-то взял нет да это да взял с чем ты не согласен кто это говорит ее Катя Миллер ты с ней не согласна 58 минут назад сказала ну я скажу так что я когда в Украине был до приезда я такое не писал никому комментарии то есть не говорил что я буду сидеть сутками буду принать им тихо ночам ну да она я не знаю ну пусть приедет на один день хотя бы как тут приезжал один человек на один день аж хватило его просто и уехал сразу все бросил бы плюнул и ушел разочаровался то есть ты думаешь что именно вот так нет я не думаю я просто говорю объективно ты сколько здесь находишься 3 года уже есть да уже есть и 3 года 3 года и за 3 года если тебя я не приглашу ты там завалишься тебе нет у тебя вопросов то нету ко мне и не было никогда ты даже не понимаешь что ты просто живешь и все то есть что я имею тебе это не надо вот беда то какая а я тебя в каждом месте силом опять захватил опять не так делаешь захватил опять лежу опять тоже лежу опять тоже ну неправильно делаешь ну почему ты так делаешь то есть желания нету тебе стать по-другому, где-то, переспросить. Ну, что у меня, вот, твой опыт, это большая-большая разница. И я минуты, буквально в жизни, и минуты так беспечно не жил, как ты. И вот они, эти люди-то, не просто так, они с желанием тебе говорят-то, ну, сразу 24 сутки я бы не сидел. Да не надо мне, чтобы ты сидел. Но ты безразличен, вот в чем суть это дело. И ты сделаешься, как Роман, в один день, в одну минуту можешь сделаться. Это, я смотрю на тебя, и тебе ничего это не стоит. Тем более, ты был рядом. И что я на тебя потратил там сотни часов, ущел тебе это ноль внимания. Я вчера только тебе это говорил. Вчера это еще не было, на ночь у поставила. Говорю, ты уже завалился. Никита, ты слышишь, что я говорю? Нет. То есть ты рядом 24 часа, и 24 часа ты заблокирован сам собою. Тебе не надо ничего. Я тебе рассказываю. Но даже ты знаешь, который Михаил Кальмаев наконец поехал с нами был. И где-то, когда уже успокоится вещь, он подойдет потихоньку и начинает говорить. Как я рад, что меня взяли. Как многому я научился. Так этот человек 50 с лишним лет ему. Да прожил не как-то. Он все умеет делать. То есть ничего ты не знаешь. Топора в руках не держал-то. И он подходит в духовном плане. И все время он что-то научается. Ну, вас даже сравнивать нельзя. Даже полпроцента нет у Михаилова и в тебе. Я пытаюсь тебя расшевелить. Ну, с тобой кто будет заниматься? Какой ты там был в Украине? Вот такой, как есть, такой и есть. Вот она тебя сравнивает. За мороженым ментаем такая рыба продавалась массово. Без глаз. Иногда подает насмешливые мимические сигналы. Ролик, во сколько смотрю, с его участием. И везде у Никита отрешенный, безразличный взгляд. Не 24 часа. Вообще нет у тебя рядом. Это при том, я крупными буквами специально выделяю. Так не она одна. Это все время люди такие выходят и говорят, а почему Никита как сонный? А почему он такой? Ну, ты же знаешь, там где около лагеря мы, там делал это кошкам ходить и везли с огорода где-то. И все время я должен тебя дергать и учить. Я тебе говорю, что ты от романа недалеко отошел. И в один день можешь все это перевернуть. Это пример такой. Лучше ли нам вовремя расстаться? Я тебе просто предлагал у Сергея жить. Ну, и ты пожил там, не знаю, месяц ты жил, нет? Ну, вот. Еще. Вернулся назад. У меня к тебе претензий никаких нет. Только о тебе. Скажешь, ты выполнишь. Сказал, там дрова колоть. Ты пошел колоть. Все. И в этом я ничего не имею. Ну, ты понимаешь, что не для этого мы рядом вместе. Ты приехал из Украины-то не за этим сюда. Что-то ты нашел здесь. И теперь, как мне, Роман, я что-то стал искать, копать, больше стал открывать. А что стал открывать? Какой я был, такой есть. Во мне открывать нечего. Я весь в книгах. В роликах. 9 900 роликов. Да меня слепой ли может взять? А я сказал. Да, я сказал. Тут сидит жена, батюшка, я епископ, там, у меня все разное. Абсолютно все. И меня ничего не скрыто. Вся моя биография от рождения здесь. Вы-то для меня, ну, только где-то маленько вытащишь, и все. Я это не изменился. Это он изменился-то. Романа прежнего нет. Сейчас только молиться надо, чтобы Бог убрал его оттуда. Вымел, чтобы следа не осталось. Все против, что он там находится. Он пришел тайно, и теперь все переменил. Если бы он такой был, то бы я его принял-то, что он патриархия вся эритическая. Зачем же ты крещение-то принимал? У батюшки. Причащался. Ходил на занятия. Ну, сколько? И вдруг в один раз перевернул. Так не бывает. В один раз. Это же внутренний мир человека весь. И кого-то ищет, где-то находит, с кем-то я говорил. Все против. Сейчас он сегодня опять скинул ролик. Я разговариваю с одним священником. Вот пока-то не я один, а другие знают. А он даже не знает, кто этот священник-то. Что он пришел из сектантов, благодаря мне. Из сектантов. Его гнобят и гнобят здесь православные попы. И мы с ним говорим, когда... А он теперь измотанный, совершенно разбитый человек. А он против. Ну и что? Тебе-то какое до этого дело-то? Ну, он ищет и ищет где-то. Он ничему не научается. И тут показывают, он сидит там в этом бункере, у него отшибленные мозги-то. У тебя очень-очень похожие. Хотя ты не в бункере. Вот я не буду с тобой разговаривать. Все, как будто тебя и нет. Пришел сразу на кровать, ты завалился. Не переспросишь никогда. Никогда. Куда поедешь ты один? Я ездил с тобой. У меня с тобой рядом всегда Бакланова Антонина Георгиевна. Между нами возраст 50 лет. Я сидел и карандашом, или ручкой записываю, что она сказала. Понятно? Мы разные. Настолько разные. Я непрерывно учусь всю жизнь. Вам это не надо. Не сказал бы это. Ну, ты когда бы стал узнавать, сколько какой поэт написал? Ну, нет же. Ты же прекрасно знаешь. Да и зачем? Ну, чтобы озвучить эту цифру. Что она означает? 3467. Это и в них не в смысл. Вот когда считает, Виталий берет. Игорь Дубунов, он не глупее тебя. Здесь из мужчин, я не знаю, кто равно ему столько знает. Как Игорь. И он стихи на третий раз только считает, начинает понимать, какой там смысл заложен. Он не мной заложен туда. Повторяю, семь пачек продают по 500 листов, а 36 строчек это полностью страница заполнена. Там, как А4 называют ее где-то. Ну, я наделал, что что-то особенное. Это понятно. Я Виталия не звал, ничего. Виталий это понял. Он сейчас смотрит и везде эпиграфом берет стихи. Не понимает. Ему трудно. Я ему сейчас как раз объясняю. Ты не заинтересован. Слава Иисусу Христу! Вот, заметь, Виталий в одном стихотворении там шесть строчек, не понял, в одном стихотворении я их все объяснил. Дебунов сам до этого дошел. И такой смысл заложить стихотворение. Да нет таких стихов. Их вообще нет в мировой литературе. Никогда. И ты рядом, а ты даже тебе это и не надо. Да какие это стихи? Вроде ты что-то лучшее знаешь. И лучшего не знаешь. А я не говорил какие-то стихи. Не говорил. Не говорил. Не говорил. А он говорит. Он-то говорит. Она тебя тронула. Я на этом еще пытаюсь снова какие-то кирпичики в тебя заложить. Ну, пересмотри это все. Я тебе сколько раз говорю. Мы можем внезапно расстаться. Внезапно. Я особенно боюсь, ты остаешься здесь, если будет с Володей. Володя говорит. Ты непослушание расстаетесь навсегда. И ты не попытайся даже сопротивляться. Ты вот ходишь, надеждаешь, сильный уголь достаешь, там воды принесешь. Это да, у тебя есть. Но в духовном плане ты не нуждаешься. Нет. Совершенно нет. Почему? Люди откуда и какие спрашивают? Какие? Если ко мне ночью епископы приезжали, чтобы решить свои вопросы, значит, они доверяют? Епископы не просто там с улицы прохожие, а здесь-то сколько? У тебя нет ни одного вопроса, ни одного, как ты приехал по Писанию. А приезжал Сергей Егорович Игнатов, у него вопросов сколько? Он непрерывно с вопросами. А ты видел, что он юрист, образование его выше твоего, с Украины, с Донбасса, не с Борисполя. Но он непрерывно, и мы с ним составили сколько роликов? С тобой, только по-моему, когда я тебя вытаскиваю, тогда ролик. То есть, для других оставят беседу. А с тобой нет ни одного. А с ним, я не знаю, там больше 20 роликов составили. И какие вопросы важные такие, здесь он выступает. От тебя нет ни одного. Ни одного нигде, комментария нет. Я тебе говорю с тревогой. Дальше. Так, Александр Сахоцкий. Посмотрел ролик о баптизме к православию. Евгений Трабко, первая часть. 19.02.26. С 25 по 32 минуты увидел тип себя. Крещение принимал, с Украины приезжал. Благодарю создателя этого ролика. Спаси Христос. Создателя ролика? Ты бы мог ролик составить? А ты знаешь-то, ну не меньше его. У тебя и нужды нет такой. А перед тобой поприще, я тебе показал. Ты занимаешься вопросами. Вопросов-то не один, не два, четыре тысячи, сто двадцать четыре. Из них-то можно составить такую изюминку. И ты-то считаешь, там записываешь совершенно автономно республика. Виталий, никто его не просил, ничего. Смотри, ролик за роликом делает, а на него как отзывается-то. И уже с Украины зацепил даже. То есть тебе это не надо, ты это не ценишь. Проще сказать, пренебрегаешь, в упор не видишь. Ну столько ответов. Ну ты покажи, у кого. Я тебе показал. Вот десять поэтов, десять, и у них меньше за всю жизнь написано. Чем за девять лет одной рукой неграмотного мужика. Это само по себе? Это феноменально. Ну понятно, что это невероятно. Это не может быть. За девять лет. Да за девять-то лет еще и не считая тысячи триста проповедей сказано. А чтобы это было понятно, вот у кого сколько посещаемость, это увидел кто Степаненко Максим. И он взял, показал. Вот вы, вот грамотный, не просто один, а целой епархии. И у них там в десять и даже в сто раз меньше посетителей. А кто это? Вот у меня заметили подписчиков-то. Четырнадцать тысяч. Да это что за идиоты? Они к кому идут? Это подписчики. Четырнадцать миллионов просмотров. А у них там сто двадцать тысяч. Ну и считай, сколько? Это он говорит. Да это в каждой епархии такое. Вы, говорит, не думайте, обращается. Почему это так? Вот там высшее образование, профессора, доктора, богословия. И вами не нуждаются. А какой-то старик сидит там, никакого образования нет, это к нему люди тянутся. Ты слышишь, какие отзывы? Я тебя пытаюсь в эту орбиту взять. Я уже к тебе подходил. Ты займись этой темой. Вижу, ты занимаешься. Ну составь ролик хотя бы. Посмотри, что получится. Неужели ты такой бездарный? Да нет, конечно. А почему? А безразличие. То есть ты ждешь где-то что-то лучшее. Как бы так вот. Но какой-то появится такой знаменитый там. И тогда ты рядом погреешься. Я не знаменитый. Ты такое что-то придумываете просто. Я придумываю, не придумываю. Невероятно просто. Знаменитый появится вообще. Нет, 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 нет. И не надо. Иначе бы ты заинтересовался. А, ну так так. Да? Ну представь себе, приезжает не кто-то здесь, а Сергей Сергеевич Макаров. Он 11 лет, кажется, работал только в Комсомольской правде. Корреспондент Версты. И где бы мы ни шли, он постоянно записывает. Остановится. Что сказал сейчас? А магнитофон застыл в 40 с ищем градусов мороза. Идем в тюрьму. Он везде проник. И в тюрьму, и в администрацию. Поехал в Мамонтово. Тебя нигде нету. В чем ты хуже его? Ну и Гуйман возьмем. Да, он член Союза писателей. Кирилл Сахаров. И он здесь был когда. Ни на один час нигде не отстает. Он непрерывно записывает. И все для него новое. И об этом пишут у себя. Ты нового не видишь для себя ничего. Как будто все это знаешь. То есть я не нужен тебе. А я не придумываю. Нету ты не обращаешься. Ни одного вопроса. Сонный безразличный вид. Мы читаем дальше, Гнатья Тихонович. Досчитай, досчитаем. Давай. Ну ты на это ничего пока не скажешь. Нет, ничего не скажу. Давай. Марина Старцева. Читаешь комментарии и иди выдаешься. Для чего же люди темные? Вообще никакого понятия. Нет. Все принимают буквально. Нет никаких внутренних размышлений. Неужели не способны реально оценить и понимать глубочайший смысл таких наставлений? Это она говорит о том, что я говорю там. Стою с тобой разговариваю. И она на этот ролик дает такой отзыв. Это буквально я, скажем словом, согласен. Теперь. Так, Оливер Гнать Тихонович, только не вздумайте наступать на одни и те же грабли. Жалеть беса малыша. В свои 40 лет он уже ничего не может не хватать из интернета. Так он уже все нахватал за свои года. Нахождение его в железном контейнере окончательно деградирует его мозг. Из-за нехватки кислорода он превращается в разрушителя. Вот я со вчерашнего дня посмотрел, как все молюсь о том, чтобы Господь убрал его. Иначе он там рехнется или побежит что-то делать совсем непотребное. Долго нет, откроет, а он что-то с собой сделал. Я чувствую это. Такая огромная беда. Чем скорее он оттуда уедет, тем лучше. А она это видит. Так. Так, Остя Бендер. Предлагаю до момента истинного раскаяния романа не выставлять ролики с его упоминанием. Дать ему время для раздумий. Заодно не оставлять повода для склок беснующимся в интернете людям. Это друзья, которые они роман, а тесно, что вся бесовщина вокруг собралась, и он их отец. Он просто в дьявола превращается-то. И люди ничего как будто некоторые не видят там со всех сторон. Клоны разные на него лезут. Он все глотает и глотает. Но не был он таким. Не был. В один день все сделано. А почему при вас не было, когда был ядом? Ближе меня-то никого у него не было. Мы ездили в машине, он помогал везде. Я понимаю, нейтрализация. Он рядом был, только демоны ничего не могли сделать. Я уехал, и вот теперь какая беда. Дальше. Роман Бурак. Я считаю, что Игнатий прав. Только благодаря его железно-бетонной крепкой мудрости я его уважаю. Я уверен, что он что-то видит от Бога в этом вопросе. Так что, братья, не нам его судить. Ему многое открыто. Поэтому он и не говорит. Он и говорит все так уверенно. Вы заметите, вот не говорит. Вот это не. Если нет, то его устраняешь. Если оно есть, то нет его, ты его подставляешь. Это человек от Бога. Нет, понимаешь, сколько раз уже на этом хватал тебя. Ты почему? И ты хорошо считаешь. Но однако у тебя на глаголы вот так вот играешь ты ими. Почему? Ответь мне. Откуда оно выскочило? Нет, в прошлый раз считали это было, позапрошлый раз. Вы сейчас просто морально пытаетесь меня задавить. Да. Вы придумали это. Того, который ты есть. Я хочу, чтобы он не был. Вы задумали вчера. То есть на дня морально вообще задавили. Скажи морально. Слово морально имеет смысл очень большой. Теперь скажи. Откуда ты мне это подставил? Тогда ответь ты. Вчера это же было. Ну, есть такое. Я ж не отвечаю. Ну, ты объясни, есть такое. Но ты же не ответишь. Есть такое. А чего? Я не оправдываюсь ничего. Да не надо это. Я спрашиваю, откуда? Ты опять гонишь в муру какую-то. Ты считаешь, допустим, так нельзя делать. Ты считаешь, так можно делать. Ты откуда эти слова-то берешь? Говорить об этом не надо. Не сам же ты это делаешь. Я тебе и говорю, Роман, а на молитве я определял это. Первый же день стал молиться, сразу видно, что не он говорит эти слова. Это и у вас тоже вчера было. Вы вчера два раза. Царе небесное вас тоже попутал. Да вы еще все. Что из этого-то? Ну, у меня тоже такое случайное. Да нет и не. Это большая разница. А там прям молитва Царю Небесную вы не можете прослушать были. Я тебе еще раз говорю, что когда мы считаем, бывает, молитва совершенно уплывает. Но не подставлять там, где не. Вы меня с нами попросили прочитать молитву. Вы прям прочитали. Ты даже как-то восставишь на дыбы. Я тебе говорю, что не, там, где не надо. Не, ты ее вставляешь. А где она есть, ты ее убираешь. С чем это вызвано? А на молитве так бывает человек считает. Батюшка... Так не просто читает. Я сейчас не закончил. Полпредложения еще говорю. Ну да, говори. Тебя сейчас зажигает-то так. Теперь смотри. Священник старый. 55 лет прослужил в алтаре. Он знает наизусть. Несмотря на это, закон такой, чтобы он, требник, имел в кармане. Зачем? Ну, видимо, чтобы было напоминание какое-то при себе. Никакое напоминание. Мы, говорит, ни разу не видели, чтобы он его из кармана вынимал. Его не было там. Нет, я думаю, как задумано это, вы меня спрашиваете. Он наизусть знает. Но, однако, инструкция гласит, чтобы оно было у него с собой. Ну, я же говорю, того, чтобы было на всякий случай ему достать. А вот этот случай наступил. Он начал. И остановился. И Царю Небесу не может прочитать. Развернулся, я к примеру говорю. Опять с разгона взять-то там не взял. Еще раз попробовал, нету. Он остановился, а служба остановилась. Это батюшка мне рассказывает. Это так было, говорит, неожиданно так. Он всегда наизусть службу знает. А там еще служба-то, она одно и то же повторяется-то. А, однако, необходимо это. А это ничего особенного нет в этом. Нет, было так. Вы просто...